здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем делать балык боярский я уже как сделал вот такие вот полу балычки киты такие вот кости удалены по возможности как можно больше костей удаляем сейчас нам надо снять со шкуры балык да будет без шкуры у чисто мясо вот такая филешка ну так делаем со всеми полу балычками кстати у хорошей рыбы можно шкуру не ножом срезать а просто поддеть аккуратненько просто так вот ее аккуратненько убираем такой балычок полу балычок подготовлю рыбку обязательно взвесили что просчитайте количество соли и так далее у меня здесь ровно два килограмма берем на килограмм 60 грамм соли 5 грамм декстрозы глюкоза декстроза 5 грамм вот в эти 60 грамм соли сахар здесь не присутствует и 0 5 грамма антиокислителя аскорбина тислота или аскорбат натрия в принципе антиокислителя много присутствует какой у вас есть можете как бы использовать все это хорошенько перемешиваем берем рыбку и вот где было пузико но внутренняя часть именно внутренняя не наружная слегка берем вот так вот присыпаем слегка вот как будто солить и на пожарить буквально несколько щепоток но по всей поверхности чтобы попала вот эта посолочная смесь так теперь берем рыбку вот так друг по другу накладывает одну как это они сейчас мы чтоб они были одинаковые распределим чик чик вот так вот вот одна вот так вот вторая хвост хвосту голова голове положили берем сетку формулочную данном случае у меня 80 берем рыбку и отправляем в эту формулочную сетку аккуратненько чтоб она вся вошла туда аккуратно чтоб мясо не порвать так сказать деликатес будет и захватить два хвоста и вот так вот ее всю одну рыбку вот так вот получается соответственно вторую таких вот два балочка теперь берем по солнечную тару данном случае у меня вот такая у кого какая есть на дно насыпаем слегка до соль я использую морскую крупную морскую соль так как по мне кажется что морская соль для красной рыбы более приемлемо сохраняет цвет конечно можно использовать обыкновенную поваренную ничего страшного укладываем одну и вторую и все туда соль сверху распределяем и натираем что оставшаяся соль у нас прям полосу так засыпаем ее рыбку что с одной стороны там натирать можно чтоб рыбка не уже будущий балычок был покрыт полностью солью получились вот такие вот две колбаски сейчас обязательно закрываем чтобы она не сохла во время засолки закрываем какой-нибудь пищевой пленкой или чем-нибудь просто может по сверху закрыть и вот так отправляем в холодильник температуру засолки до плюс пяти на 12 часов а дальше уже продолжим готовить прошло 12 часов как мы засолили сухим посолом балычки получаются клопные становятся сейчас предварительно рассол я уже сварил на литр воды 200 грамм соли соль кстати тоже использовал морскую и заливаем этим рассолом балычки чтобы они были полностью покрыты этим рассолом все и вот так вот отправляем снова столица в холодильник на одни сутки одни сутки они будут просолиться просаливаться хорошенько просаливаться созревать ферментироваться так будет вкус более насыщенный более вкусные будут на одни сутки в холодильник плюс 5 не более плюс 5 градусов прошли еще сутки как и засолил балыки плотники просолены сейчас что делаем обмываем его от рассола от этого который мы солили хорошенько холодной водой прям проточной промываем и кладем на вымачивание на час ну желательно конечно пробовать мне вот по соли час вот вымачивания после такой столько времени засолки пол где достаточно кому-то кажется соленоватое так что в любом случае пробуйте после вымачивания мне будет час я буду вымачивать час больше здесь не надо потому что здесь шкуры нету здесь как бы на всем все отправляю промывать и вымачиваться на один час прошел один час отмочки вот так вот выкладываем на решетку на стекание и на выравнивая по соли также убираем холодильник ну прохладное место уходу холодильники там маленькие наверно не влезут прохладное место вот так вот убираем на стекание и на перераспределение соли по продукту по самому по полу потому что поверхностно он сейчас мало мало соли можно сказать вообще не соленый а внутри он соленоват и соответственно пока будет лежать на перераспределение соли это соль и распределиться полностью по всему балыку и так оставляем часа на 4 прохладном месте на стекание она и подсохнет поверхностно и соответственно соль перераспределиться и будет соленость везде одинаковая но прошло четыре часа как вы положили на стекание балычки они подсохли стали такие намного плотнее сейчас мы их я поведу в швс повешу обдую температуру 22-24 течение часа часа будет вполне достаточно для копчения хорошо просоленное созревшие мясо рыбы киты отлично закоптится в течение часа подсушим по закоптим и потом еще подвяли буквально в течение несколько часов и все и будет готово ну вот так вот белочок или будет вялиться сушиться в течение часа температура как я уже сказал 22-24 градуса в течение часа ну все прошел час как мы повесили сушиться подвяливаться балочки вот такие вот они станут стали красненькие цвет более насыщенный все еще перевешиваем коптильню и начинаем коптить холодно копчение температура вялки составляла 24 градуса в швесе было 24 градуса вот так балочки будут расплаваться в коптильне проверяем работу всех систем можно сказать электростатики все ниточки которые болтаются желательно обрезать я имею свободно болтающийся все начинаем коптить температура копчения 24 градуса дым пошел камера наполнилась коптильня дымом включаем холодное копчение и коптил течение часа ну или смотрим по состоянию кому как нравится кому какой цвет нравится когда но запоминаем что насыщенно цвета на 3-4 тонна потом увеличится после некоторого обдува и того как после того как продукт полежит коптить глунальхи ну все закончили копчение копчение шло ровно час без учета подачи дыма и без учета выпуска золотистый вкусный балык сейчас перевешиваем швес еще около двух часов обдуем при той же температуре 24 градуса и все можно сказать балычок готов вот булочки и готовы барские боярские ночи не ну поскольку еще обдул там пару часиков ночи не имеющие отвеселись все такой вот балычок из киты получается разрезаем красота так это можно убирать сетку вот так вот выглядит без сетки вот такая вот получается колбаска так разрываем и кушаем вкусная нежная нежный балычок плотный малосольный обалденный как на резком под пиво просто друзей угостить просто супер всем приятного аппетита и до скорых встреч